МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, мы с вами в эфире программы подробностей. Как было обещано, у нас сегодня в гостях протеерей Арсений Вилков, председатель миссионерского отдела Рязанской епархии. Батюшка, здравствуйте. Итак, неделя перед Пасхой. Та самая страстная неделя, которая там буквально не каждый день, а едва ли не каждый час как-то расписан в Священном Писании. Люди, честно говоря, очень хотят знать, как эту неделю правильно и правильно проводить. Так, может быть, я правильно позиционирую. Не знаю, очень хотелось бы знать. Великий пост весь в целом призван подготовить нас к празднику Пасхи Христовой. Конечно, страстная седмица – это самая строгая неделя в году. И, как вы правильно отметили, каждый ее день посвящен практически хронологически последним дням земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Самым страшным дням, когда Он принял страдания и смерть. И в то же время все это оканчивается воскресеньем. И вот вчера мы праздновали праздник Входа Господня в Иерусалим, в церковных песнопениях которого отмечается важность внутреннего смысла этого события, этого торжества. Говорится о том, что прежде чем Христос воскрес, Он уверяет нас в этой возможности через воскрешение праведного Лазаря. То есть Он воскрешает Лазаря. Вследствие этого собирается огромное количество людей для того, чтобы встретить Его в Иерусалиме. Но мы, верующие люди, видим в этом не только какое-то эффектное чудо, внешнюю подопленку, но прежде всего внутренний смысл. И прославляем Христа как победителя смерти. Зная о том, что Ему предстоит, тем не менее мы знаем, и чем закончится Его подвиг, Его земное служение. То есть вот это смерть и смерть, по праву. Да. И поэтому, конечно, верующие и церковные люди очень внимательны в эти дни к себе, к своей внутренней жизни, к душе своей и к тем событиям, которые мы воспоминаем. Потому что подвиг Христа, он вне времени. Он происходит в наших душах. И мы стараемся переживать вместе с Ним все, что произошло ради нашего спасения. Потому что чем больше мы приобщаемся к этому, чем больше мы сами через себя проносим эти воспоминания, эти переживания, тем больше мы сможем подготовить душу к встрече Христа Воскресшего, к Пасхе Христовой. То есть это время, вот эта вот неделя, ну, по крайней мере, квинтэссенции таких вот раздумий и размышлений как раз вот на это, на все, на вечные вот эти вот... Раздумий, размышлений и, конечно, молитв. Каждое богослужение носит свои особенности в эту неделю. И, конечно, верующие люди стараются храм посетить, стараются ежедневно приходить, потому что каждая служба особенная, и она не повторяется. Она один раз в год совершается. Это очень важно, потому что это как раз дает возможность соучастия в страданиях Христа, в его подвиге, разделить с ним эту боль для того, чтобы потом можно было разделить и радость Воскресения. Ещё вот такой вопрос, который наверняка вам традиционно задают всегда. Великий пост. Многие думают, что это, ну, отказ от каких-то продуктов, это отказ, на самом деле, от чего-то, ну, более существенного, чем просто еда, да? Правильно? Ведь это духовное начало, прежде всего. Совершенно верно. Прежде всего, это пост духовный, но пост физический, ограничение себя в еде, он способствует посту души. Пост, прежде всего, заключается в том, чтобы человек воздерживался от греховных побуждений, чтобы он сдерживал свои мысли, чувства, внутреннее настроение, чтобы стремился избегать пороков, которые ему присущи, чтобы в чём-то себя ограничивал. И если человек ограничивает себя в еде, то ему легче ограничить себя и в чём-то другом. Потому что если человек плотно поел, то ему уже не хочется, не захочется читать молитвы на ночь, какое-то особое правило совершать, не захочется что-то, подвиг какой-то сделать, а захочется просто лечь телевизор посмотреть. Но гораздо важнее, конечно, тот пост, когда человек стремится не смотреть развлекательные передачи, ни с кем не ссориться, никого не осуждать, беречь себя именно от греховных побуждений. Церковь рекомендует, если нет возможности у человека соблюдать пост в еде, углубить его в чём-то другом. Попробовать в чём-то себя более строго ограничить, в более строгих рамках держать. Заставить себя, может быть, что-то такое сделать. Конечно, это воспитание. Как и в древности, воинов воспитывали, держали их в аскезе определённой, и это помогало характер выстроить, помогало силу какую-то внутреннюю сформировать. Точно так же и пост, он помогает нам формировать душу, помогает душе возрастать, укрепляться. Потому что сталь закаляется в горниле огня. И вот так же душа, она тоже в горниле каких-то испытаний, ограничений закаляется. Это не попытка церкви человека лишить того, к чему он привык, а это попытка именно сделать его сильным, воспитать, помочь ему в том, чтобы он стал свободным. Потому что, к сожалению, многие вещи владеют человеком, а не человек вещами. И вот когда человек учится себя в чём-то ограничивать, то он всегда в будущем может быть свободен в своём выборе, в использовании тех или иных вещей, или в разумном употреблении каких-то, может быть, удовольствий и так далее. То есть ограничения, они всегда на пользу. Вот вы сейчас говорите очень, так сказать, современно. То есть это познание свободы человечества, человеческой души через ограничения, через вот то, что мы называем постом. То есть через тернии к звёздам, как говорили, а это через вот трудности. Но прежде всего свобода во Христе. Да. Прежде всего свобода во Христе и через Христа. А всё остальное – это только средства, которые позволяют приблизиться к Христу, делающему нашу душу свободной от тех греховных, в том числе вожделений и побуждений, которые над нами постоянно давлеют. Почему особые греховные наклонности называются страстями? То есть это когда человек уже не способен сопротивляться своим греховным побуждениям. Например, человек зависимый от алкоголя или от наркотиков или от компьютерных игр. Кто-то зависит от гнева и не может не раздражаться. Всё раздражает каждую минуту. Кто-то унывает очень тяжело, находится в депрессивном состоянии, не может из этого выйти. Это грех, который вырос в страсти, и с ним уже сложно бороться. И в таком состоянии, к сожалению, человек начинает понимать, что он зависим от этого состояния. И когда он хочет оставить это состояние, то ему требуются особые усилия и даже помощь специалистов. И духовных специалистов, священников, и, может быть, светских психологов часто, врачей и так далее. Но если бы человек задумывался об этом на ранних стадиях зависимости от любого греха, то, возможно, он научился бы его блокировать в себе и не довёл бы его до такого состояния, когда он уже не в силах что-то с ним сделать. Это касается абсолютно любых грехов, которые иногда нам кажутся совершенно обыденными. Например, осудить кого-то, правительству, например, каждый день осуждаем, соседей своих осуждаем. А ведь грех, он прежде всего нашу душу разрушает. Он никому зла не делает, кроме нас самих. То есть это вот сейчас, наверное, самое-самое время такое острое, чтобы задуматься как раз об этом. Конечно. И пост нас к этому призывает, потому что, к сожалению, есть люди, которые весь пост действительно сводят к диетам определенным, и при этом они могут сидеть на хлебе и воде, и при этом со всеми ругаться, ссориться, замкнуться в себе и осуждать всех вокруг, потому что все грешные, а я святой, я один стараюсь поститься. Но это не пост, он не будет результативен, не принесёт никакой пользы душе. Пост он должен учить человека добродетелям. То есть надо задуматься о духовной составляющей вот этого всего? Конечно. И если сам что-то не может, человек размыслить для себя храм практически в шаговой доступности. Конечно. Приходите. Да, именно поэтому церковь делает послабление в еде больным, беременным, пожилым людям, детям. Не потому что она свои правила отменяет, а в силу того, что это не так существенно, как пост духовный. Ведь никто не отменяет ни для больных, ни для стариков, ни для беременных. Пост, который заключается в уклонении от греха, в оставлении каких-то развлечений излишних, в борьбе над своими страстями внутренними. Никто такой пост никогда не отменяет и не упраздняет. Большое вам спасибо. Проживем эту неделю достойно. Встретим Пасху и потом, возможно, поговорим о значении этого величайшего праздника, о котором можно говорить, говорить и размышлять, размышлять. И, наверное, никогда никаких слов не хватит для того, чтобы сказать окончательно. Большое вам спасибо. Вы смотрели информационные программы телекомпании «Город». Подробности. Всего доброго. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятерки, три ноля. Субтитры создавал DimaTorzok